Совсем скоро страна узнает имя лучшего учителя России 2013 года. А пока мы расскажем о том, как прошел третий тур конкурса под объективами телекамер на площадке информационного агентства. В формате круглого стола с участием министра образования и науки России Дмитрия Ливанова. Им шестерым необходимо ответить на вопрос, зачем линейка учителю. Тема встречи – профессиональный стандарт педагога. Отвечают финалисты конкурса «Учитель года России 2013» и министр образования и науки Дмитрий Ливанов. Он сразу же определил сверхзадачу будущего стандарта. Избавление от бессмысленного тотального контроля, от мелочной регламентации, от всего того огромного количества громоздких инструкций, квалификационных характеристик и так далее. Вот это задача, которую нам нужно решить для того, чтобы у учителя появилось пространство для расширения его педагогической деятельности. Не за горами то время, когда все, что происходит на этом пространстве, будет определять стандарт. Он рамочный, говорят участники встречи. Мы найдем в нем место для своих инициатив. Сегодня очень серьезная проблема. Очень мало возможностей влиять участникам образовательного процесса, как и детям и педагогам, на содержание образования, тем более на региональном уровне. И мне кажется, в этом смысле рамочный характер стандарта дает такую, безусловно, возможность. Для слабых учителей стандарт, например, это вот, чтобы потянуться к сильным. А для сильных, чтобы дальше развиваться, дальше совершенствовать. Это нет предела педагогического совершенства. Но загладка на бумаге участники круглого стола видят и неровности будущей образовательной равнины. В числе проблемных зон аттестации. На данный момент в стандарте нет четкой формы оценки уровня педагога, считают финалисты конкурса «Учитель года». Учителя сегодня очень часто, проходя аттестацию на первую, на вторую категорию, вынуждены собирать так называемое портфолио. Я знаю большое количество учителей, которые очень хорошо работают. Они достигают великолепных результатов, но они не идут на такую аттестацию, потому что считают для себя это неприемлемым. Если подход к аттестации будет все-таки учитывать посещение открытых уроков, изучение форм внеурочной деятельности учителя не по бумажкам, грамотам, достижениям с подписями и печатями, то я думаю, что такой стандарт можно реализовывать. Недостаточно внимания в стандарте уделили и воспитанию, отметили учителя. А формулу без воспитания нет и обучение должен знать наизусть каждый выпускник педагогического вуза. Знание без воспитания – это меч в руках сумасшедшего. Если не будет должного воспитания, то мы же очередного террориста получим, очередного скинхеда получим. Мы не можем получить конкретный результат, если не будет вот этого сочетания, обучения с воспитанием. Мне кажется, этого надо больше внимания уделить, особенно патриотическому и нравственному. Министр образования и науки Дмитрий Ливанов заверил, что стандарт будет вводиться поэтапно. Сначала будут вызывать не по списку, а по желанию. К работе по апробации стандарта приглашают тех, кто к этому готов – отдельные школы и вузы. И для справки, проект профессионального стандарта педагога опубликован на сайте Миноборнауки.